Всем привет! С вами по-прежнему Оксана Костина. И в этом видеоролике я хочу поделиться итогами по игре Человека-Магнита. Итак, я хочу сказать, что Юлию Мартыну я знаю достаточно давно и знаю ее как очень хорошего лидера, как очень хорошего сетевика. Но данная игра меня немножко разочаровала, потому что она все-таки настроена на большую часть новичков, на тех людей, которые пришли именно в бизнес только-только сейчас и только начинают развиваться. Поэтому ее задания меня немножко разочаровали. Я ожидала более сильных заданий. Но задание есть задание. И сегодня у нас последний день, последнее задание. Нам нужно записать вот видеоролик и сделать три вывода за 21 день. Первый вывод, который я сделала за эти 21 день, это то, что я наконец-то поняла, каким образом лично я могу избежать страха прямого эфира. Но до этого момента, в принципе, я выходила на прямой эфир. Я снимала какой-то там маленький контентик, общалась с людьми. Но, если честно, я испытывала очень большой страх. И мое было единственное желание – это выключить камин. Ну, и был такой момент, что я готовилась к прямому эфиру. Я была полностью готова. Я знала абсолютно хорошую тему. Но, как только подходило мое время к выступлению именно эфира, я всякими мыслями и немыслиными словами уговаривала себя просто-напросто не делать эти прямые эфиры. После того, как Юля попросила нас снять прямой эфир, я сняла. И до меня дошло тот факт, каким образом я теперь могу избегать этот факт. Это интересно. Поэтому, вот после этого момента, я, наверное, на 98% буду снимать еженедельно, хотя бы раз в один прямой эфир. Почему 98%? Ну, у каждого человека бывает все по-разному. И обещать на все 100% я не могу, потому что я не уверена, что случится у меня на той или иной неделе. Поэтому я буду стараться снимать как минимум один прямой эфир в неделю. А что получится – посмотрим. Второй вывод, который я сделала, это когда я выложила по конкретной теме свои собственные знания, которые у меня были в голове на бумагу. Поэтому я поняла, что вот те мысли, те знания, которые у меня есть на голове, в голове имеется в виду, и те мысли, те знания, которые я выложила именно на свою собственную бумагу – это две разные вещи. Когда я выложила на бумагу свои собственные знания, именно по данному теме, мне пришло очень масса, много осознаний, что даже меня, зная эти знания, меня даже удивило. И я хочу сказать, что после этого момента я обязательно буду практиковать, выкладывать свои знания именно на бумаге по той или иной теме. И, естественно, эту тему доносить до моих зрителей. Третий вывод, который я сделала за 21 день – это по заданию Юлия Мартена. Мы посмотрели документальный фильм. Я смотрела, в частности, три документальных фильмы Жака Фреско. И меня настолько поразила его личность. Он так рассказывал, выкладывал свои собственные знания, свои собственные мысли, что я поняла, что очень многих моих мыслей – это не брюдовые. Это нормально. Единственное, что я боялась их произносить вслух, и я эти мысли просто-напросто держала в кулаке. Теперь я понимаю, что в моей мысли есть правда, в моей мысли есть выход и в жизнь. Поэтому именно с этого момента я буду как минимум выводить из своих собственных мыслей, по крайней мере, для себя какую-то выводу. Ну, вот такие вот выводы у меня после прохождения игры «Человека-магнита». А с вами была Оксана Хостина. Увидимся в следующем ролике.